Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Делаю маленький ответ на очень большой, серьезный вопрос. Очень часто приходится на него отвечать, поэтому, может быть, он тут найдется быстрее и легче. Про марсонию, про черную пятнистость розы. Итак, лучшее лечение марсонии – это профилактика. После того, как вы сняли укрытие, нужно уже начинать профилактировать это заболевание. И после того, как вы открыли, и перед укрытием розы надо обязательно предзинфицировать. Это может быть 3% раствор железного купороса, это может быть 2% раствор медного купороса. Я вам рекомендую взять отбеливатель белизна и буквально неразбавленным отбеливателем обработать все-все-все ветки с остатками листьев осенью. И после того, как вы открыли, тут же сразу же обработать этим средством. В принципе, неразбавленная белизна, она хороший дезинфектант, но достаточно мягкий, то есть растение оно не повредит. После того, как отрастающие побеги начнут такими укрепляться, да, но еще до того, как первые листья приобрели такой темно-зеленый цвет и кожистую структуру, надо обязательно обработать все розы без исключения, те, которые болели в прошлом сезоне, не болели, салициловой кислотой. 100 мл 2% раствора салициловой кислоты, спиртового раствора необходимо растворить в 10 литрах воды. При желании добавьте столовую ложку нушатырного спирта и проведите тотальную обработку всех роз. Это очень мощный активатор иммунитета. В том числе это поможет хорошо сдержать марсонию. Марсония достаточно трудное заболевание. Против него очень мало специфических фунгицидов. Поэтому надо работать и через активацию иммунитета в том числе. Еще активатором иммунитета является Prevacur Energy. Хороший препарат, хороший активатор. Но все-таки он больше работает против омамицетов. А это, так сказать, классический гриб. После того, как появляются первые бутоны, надо начинать обработку медь содержащими препаратами. Если начать обрабатывать медь содержащими препаратами до появления первых признаков марсонии, то, в принципе, вы сможете полностью избавиться от этого заболевания. Сильных накоплений меди там в почве, еще что-то такое. Не будет, не бойтесь. Медь активно расходуется растениями, активно расходуется микроорганизмами. Поэтому там том количестве, в котором вы будете обрабатывать в открытом грунте, медь вы чрезмерно не накопите. Чередуйте вот такие медь содержащие обработки с обработками салициловой кислоты. Например, на этих выходных медными препаратами, на следующей неделе салициловой кислотой. Потом опять медными, через неделю опять салициловой кислотой. Очень важно не пропустить обработки в дождливый период, потому что дождь разносит инфекцию. Вот это самое важное. Дождь разносит инфекцию. Посмотрите на канале Процветок. У нас есть видео про медь содержащие препараты. Именно те, которые лучше всего использовать в открытом грунте, которые задерживаются на листьях и не смываются. Так как, например, обыкновенный раствор медного купороса. Каждое крохотное пятнышко может выпустить 30 тысяч спор. И вот образовать потом 30 тысяч 5. Не каждая прорастет, конечно, но инфекционный фон делается сумасшедшей. Марсония очень сильно любит вот эту капельно-жидкую влагу. Поэтому исключите полностью дождевание. То есть, вот этот вот полив из шланга поверху растений, вот это полностью нужно для роз исключить точно. Да вообще для большинства растений это надо исключить. Плодовых там смородин и все остальное этого очень не любят. Поливайте розы только при крайней необходимости и только под корень. Ни в коем случае не на листе. Марсония устойчива к большинству современных фунгицидов. Поэтому общепринятые вот эти миры салициловая кислота, медь задержащие препараты, препараты на основе молочной сыворотки с аммиаком, например. У нас есть рецепт с хозяйственным мылом. Тоже очень эффективно. Они их любви держат и будут способствовать снижению этого разноса всевозможных заболеваний, в том числе марсония. Победить вы сможете, только если будете делать такие регулярные обработки. Цикл развития марсонии составляет только одну неделю. Одну неделю. То есть споры вылетели, через неделю снова споры вылетели. Поэтому опаздывать с обработками нельзя. Если вы откложите, ну на этой неделе я уже устал на этих выходных, приеду через выходные, тогда обработаю. Вот тут у вас марсония. Вас и съест и все, и конец будет. Регулярное проведение, еженедельно, каждые 7 дней проведения обработок, вам даст определенные гарантии по борьбе с этим заболеванием, для искоренения этого заболевания. Как можно чаще убирайте опавшую листву. На опавшей листве, даже если нет признаков таких видимых марсоний, все равно убирайте ее, не оставляйте под кустами. Я грешил тем, что чистые, вот бутоны там все это срезаю и бросаю, 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 пускай перегнивает. Ну в принципе, если я каждую неделю обработки делаю, то конечно можно и оставить. Но если вы не делаете, для того, чтобы она не появилась, эта марсония, убирайте все растительные, эти остатки. Если симптомы все-таки появились, то надо начинать работать препаратами типа Манкоцеп, Пенкоцеп, Мидея, Венцит, Браво, Талант. Вот эти фунгициды более-менее еще придерживают марсонию. Посмотрите действующие вещества, посмотрите какие-то фунгициды в зоне, где вы живете. Может быть там названия могут быть разные, действующее вещество у них может быть одно. Поэтому подбирайте вот из этой категории препараты. В связи с тем, что если листья высохли в течение 7 часов после первоначального заселения, спор на листья, и через 7 часов листья высохла, то марсония развиваться не будет, прекратится развитие марсонии. Поэтому розы надо высаживать на хорошо освещенных, чтобы солнце было, да, чтобы высушивало после дождя, после каких-то случайных поливов, еще чего-то. И на хорошо продуваемых местах, для того, чтобы ветерочек гулял и высушивал листики. Конечно, в умеренной зоне есть хорошая рекомендация высаживать розы в защищенном от ветра месте и так далее. Это правильно. Это зимой, они повреждаются, и летом, если ветра сильные, холодные, то они плохо цветут и так далее. Все-таки южное растение. Но при всем том, высаживать нужно, если у вас марсония проблема на участке, надо делать хорошую аэрацию вашего участка, чтобы ветерочек там немножко гулял, подсушивал листья, чтобы не было загущенности и застоя воздуха. Вот такие у меня рекомендации по марсонии. Очень надеюсь, что они вам помогут избежать и победить это заболевание. Всего хорошего. Спасибо.